Вот и закончилась авантюра с попыткой Синары выйти на московский рынок трамваев. И прежде чем описать стремительную развязку этой истории, стоит сначала вспомнить, с чего Синара начала весь этот цирк, в котором позорилась с упорством, достойным лучшего применения. Год назад, в октябре 2020 года, конкурс на поставку 90 трамваев-одиночек в Москву внезапно выиграл холдинг Синара, до того, никогда не занимавшийся ни производством, ни поставками трамваев вообще. И все бы ничего. Но Синара заявилась на конкурс с несуществующим, кроме как на картинках, трамваем Шкода. То, что Синара практически не имеет компетенции по производству и разработке, не считая локомотивов и то благодаря покупке их производителя, и всю дорогу выезжает на чужом горбу, сначала Сименса, затем и Шкоды, секретом никогда не было. Но на этот раз все транспортное сообщество поразило наглость, идущая вразрез не только со здравым смыслом, но и с законом. Дело в том, что по закону можно осуществлять закупку и поставки только сертифицированной продукции. Но и это не все. Для муниципальных и государственных нужд можно закупать только ту продукцию, что получило заключение Минпромторга, подтверждающее российское происхождение закупаемой продукции. Иными словами, продукция должна существовать в реальности, должна быть сертифицирована и быть произведена на предприятии на территории Российской Федерации, желательно из российских комплектующих. То есть все мероприятие Синары иначе как аферой назвать нельзя. Довольно быстро поднялся скандал, подогретый запросом депутата Госдумы Тамары Плетневой, Минпромторг, о проверке деятельности Синары по вопросу организации трамвайного производства. Не является ли вся эта деятельность прикрытием для отверточной сборки? Проверка была стремительной и заставила Синару переобуваться в воздухе с ловкостью невиданные доселе. Поняв, что проект по прикручиванию колес и лампочек на заводе Калуга Путьмаш провалился с треском, Синара обратила свой взор на УТМ и его поделки. Без тени смущения было объявлено, что подмосковское техническое задание будет доработано на гастрадальный трамвай 71415. При этом, видимо, чтобы совсем не потерять лицо, было объявлено, что опытная машина от Шкоды будет выпущена в 2021 году, а установочная опытная партия в 2022. Как мы знаем, ни того ни другого не случилось. По кулуарной информации, за попытку протолкнуть чермет от УТМ, Синара получила от Москвы по шапке, а про налаживание отвертки в Калуге забыли стремительнее, чем желтеет газетная бумага. И тут Синара производит финальный прыжок с переобуванием в воздухе. Едва УКВЗ выкатил опытный образец трамвая 71628, как он немедленно стал кандидатом для выполнения московского контракта. И все вроде бы ничего. Были расписаны сроки, началась подготовка, сам трамвай успели сертифицировать. Первые пять машин ожидались в июне 2021 года, а до конца года в общей сложности 30. В итоге, одну единственную машину Синара довезла до Москвы только в сентябре. Испытания, доработанного для Москвы 628-го, пошли кое-как. Есть информация, что качество в ППХ собранной машины ниже Плинтуса. И вот, 23 ноября произошла стремительная развязка всей истории. Сначала в сети появилась информация, что еще 22 ноября главконтроль Москвы уведомил Лексутова о неисполнении Синара и заключенного контракта. И уже вечером того же дня в информационное пространство влетела новость о расторжении метрополитеном, в чьем ведении находится московский трамвай, контракта с Синарой и взыскании уплаченного аванса в размере 257 миллионов рублей, при общей сумме контракта в 11 миллиардов. И уже вечером того же дня московский метрополитен через свою пресс-службу объявил о том, что проведет новый конкурс, упомянув при этом, что даже единственный 71-628-М Синара так и не предъявила для приемки. Что будет с самим вагоном, неизвестно. Есть надежда, что УКВЗ на следующий конкурс заявится самостоятельно. О Синаре включат красный свет, введя ограничения по участию в конкурсе для компаний, не имеющих опыта производства трамваев. Но пока все это по воде вилами писано. Также есть слух, что помимо фантастического срыва контрактных обязательств со стороны Синары, имеет место быть месть Москвы Синаре за то, что та посмела сорвать конкурс на поставку 95 электричек для МЦД, подав жалобу в ФАС, несмотря на то, что у Синары нет продукции, подходящей под техническое задание. Раз уж позорится, то до конца. Видимо, именно это теперь корпоративный девиз Синары. И на этом хорошие новости не закончились. 23 ноября стало днем еще одной важной новости. Договоры с техноконцептом, конторы, оскандалившиеся чрезвычайно отвратными ремонтами трамвайных путей и срывами сроков, будут расторгнуты в одностороннем порядке, о чем заявил директор Мосгортранса. Фантастическая наглость, с которой действовали обе компании, не имевшие опыта в деле, под которым подписались, лишь подтвердили народную мудрость про дурака и бога. Есть надежда, что теперь Москва будет осмотрительнее при заключении контрактов впоследствии.